Добрый день, уважаемые коллеги, присутствующие в зале, слушающие нас удаленно. Традиционно, действительно, раздел в наших сессиях – это вопросы, посвященные именно осложнениям иммунотерапии. Ну и у меня первое сообщение, посвященное именно частым осложнениям. И также мы знаем, что частые осложнения – это осложнения со стороны кишечника, со стороны кожных покровов. И, в принципе, осложнения со стороны дыхательной системы тоже относятся к довольно частым. Ну, как раз-таки тот вопрос о том, все-таки есть ли корреляция между пораженными системами и органами и нозологической формой, которая подвергается иммунотерапии, он каким-то образом пытается быть отвеченным. В частности, по обобщению данных, монотерапия неволумабом почти у трех тысяч пациентов различными нозологическими формами показывает, что драматологические осложнения чаще все-таки отмечаются у больных десеминированной меланомой кожи. Осложнение стороны желудочно-кишечного тракта при также меланоме кожи и при полусклеточном раке головы и шеи. И осложнение стороны легких более часто у больных раком почки и раком легкого. Поэтому, в принципе, проводя лечение больных той или другой нозологической формой, мы можем такие условные болевые точки уже заранее несколько предугадывать. И вот это известно тоже схематичное изображение того, какой патогенез различных видов осложнений может быть. И вот наиболее часто осложнение стороны кожи, стороны желудочно-кишечного тракта, они как раз-таки связаны в основном с механизмом повышенного уровня выделения воспалительных цитокинов. Сроки возникновения также мы, в принципе, знаем, что сроки могут быть самыми различными от дней до месяцев и даже лет по окончании иммунотерапии. Но в среднем, в зависимости от того, используется ли монотерапия или комбинация иммунных препаратов, мы видим, что независимо от того, что это монотерапия или комбинация, примерные сроки полтора месяца, два месяца, два с половиной месяца, они все равно прослеживаются для большинства осложнений. Но видим и 26 месяцев, то есть два с половиной года, и большие, и меньшие сроки. То есть всегда нужно быть наготове при проведении лечения данными препаратами. И также мы знаем, что комбинация препаратов, ингибиторов стилей 4 и 5.1, у человека, конечно, с неволумаба, отличается большей степенью тяжести осложнений. Поэтому, конечно же, больше внимания к этим пациентам должно прослеживаться. Но, несмотря на тяжесть осложнений, даже при осложнениях третьей-четвертой степени тяжести, большинство из них, мы видим 75% осложнений, 92% осложнений со стороны практически всех систем и органов, они разрешаются. Исключение составляет, конечно же, эндокринопатия. Мы знаем, что практически всегда это очень длительный процесс, и только у третьей, у 40% больных имеет обратимый характер. Обратимость также диапазон самый различный, но в среднем примерно 6-12 недель, то есть получается 1,5-2 месяца, 3 месяца такого активного периода с постепенным периодом разрешения. Мы видим, что здесь отображены данные больных, как получающих монотерапию, так и получающих комбинации. Поэтому, в принципе, несмотря на тяжесть осложнений, обратимость их довольно высока, что, в принципе, тоже является оптимистичным для нас. Но и также помним, что фатальные осложнения тоже могут быть, и, конечно же, их риск выше при использовании комбинации. И время до начала фатальных осложнений при использовании комбинации медиана составляет всего 2-2 недели. Поэтому, к сожалению, высокоэффективное лечение может сопровождаться и такими очень серьезными токсическими реакциями. Но, в целом, если на круг брать химиотерапию и иммунотерапию, то все равно частота летальных исходов, связанных с иммунотерапией, она на круг, опять же, меньше, чем осложнения, связанные с химиотерапией. Ну и, конечно же, комбинация препаратов – больший риск по сравнению с монотерапией. Ну, тоже этот слайд, он такой удобен. Я думаю, что через некоторые мы, наверное, будем представлять уже свои данные, обобщая большое количество пациентов, большое количество клинических наблюдений, большое количество обращений. Здесь вот клиника М.Д. Андерсона в Соединенных Штатах Америки. Мы видим довольно большое количество посещений пациентов, связанных именно с развитием иммуновосредственных осложнений. Причем почти 80%, даже больше, пациентов требуют сразу срочной госпитализации для интенсивной терапии. И, конечно же, здесь в лидерах те осложнения, которые мы и знаем. Это со стороны желудочно-кишечного тракта, со стороны легких, дерматит, со стороны гипофиза. И, конечно же, комбинация более часто вызывает необходимость такой экстренной помощи по сравнению с монотерапией. Ну, а также известны факты, которые мы еще раз напомним, что если мы прерываем лечение, прекращаем лечение, вернее, из-за осложнений, то мы не теряем токсичности. Рекомендация, действительно, слайд, который уже, наверное, навяз в зубах, но это еще раз и еще раз, мы его никогда не убираем из презентации, поскольку он еще раз подтверждает, что строгое следование рекомендациям – это залог нашего успеха. Поэтому раннее начало, адекватные дозы, довольно большие дозы, медленное завершение лечения, оно, конечно же, должно быть обязательным при проведении данного лечения. И своевременный переход на следующую линию иммуносупрессивной терапии с использованием инфлексимаба и микрофенолатмофитила, и использование человеческого моноглобулина, и использование процедур плазмофереза. То есть, в принципе, те меры, которые и в нашей практике были не такими уж частыми, в принципе, по мере нашей клинической работы, по крайней мере, у нас сейчас уже есть опыт проведения плазмофереза у пациентов и так далее, использование уже токролимуса у пациентов с лечением осложнений. Поэтому, конечно же, рано или поздно мы все столкнемся с очень серьезными осложнениями, с очень рефрактерными осложнениями, нужно быть к этому постоянно готовы. Поэтому чем больше мы получаем знаний, тем больше мы, конечно же, этих знаний должны реализовывать в клинической практике. Используются уже определенные методики введения препаратов, использование методов профилактики осложнений по поводу лечения осложнений. То есть, к сожалению, порочный круг может запускаться, и здесь его нужно вовремя даже предупреждать, но и при необходимости купировать, корректировать. Поэтому, к сожалению, эти вещи, с которыми мы сталкиваемся, несмотря на, казалось бы, наше все большее и лучшее знание и понимание этой проблемы. Драматологические осложнения, действительно, лидирующие осложнения и наиболее ранние осложнения, и наиболее рано они развиваются именно при использовании эпилеумаба исторически, уже, наверное, больше препаратов в виде монотерапии и, конечно же, в виде комбинации. То есть это в первые уже дни осложнения стороны кожи уже могут присутствовать. Причем самые различные, как мы уже знаем, наши клинические наблюдения, и сыпь в основном макулопопулярная, пополопостулярная, к сожалению, часто инфицирующаяся сыпь, и различные другие проявления, дерматита, ксеродермия, витилиго, причем связь развития витилиго с эффектом мы тоже знаем, и, в принципе, такой позитивный факт. Ну и более сложные осложнения, занимающие и большие площади повреждения, в частности, также наше клиническое наблюдение, которое, наверное, по своей устрашающей картине не уступает и литературным данным, осложнения, которые, опять же, потребовали очень агрессивного коррекции с помощью высоких доз кортикостероидов, запуск уже оппортунистической инфекции, пневмонии, стероидного диабета. То есть, к сожалению, вот эта вот тяжесть осложнений, она может быть такая вот, идти по нарастающей, даже при своевременном, при адекватном лечении. И редкие осложнения тоже огромное количество. Безусловно, мы, будучи онкологами, в них можем не разобраться, вернее, такие выпивающие случаи, конечно же, да, но не разобраться в правильности лечения этих осложнений. Поэтому, конечно же, в этой ситуации мы прибегаем к помощи специалистов-дерматологов, поскольку такие уже угрожающие жизни развитие синдромов, как синдром Стивенса и Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, это, к сожалению, то, с чем мы можем столкнуться. Характерная картина гистологическая. Также помним, что для большинства осложнений все-таки требуется помощь и хирургов для получения биопсии органов, и патоморфологов для того, чтобы оценить, что происходит в той или другой системе. То есть необходимость контакта с большим количеством специалистов, она, конечно же, должна быть. И дерматолог особенно актуален в том случае, если мы видим третью степень тяжести, то есть поражение боли, третьей площади тела, если мы видим элементы волдырной сыпи, даже всего на одном проценте площади тела, если мы видим поражение слизистых оболочек, болевой синдром, конечно же, в этой ситуации без помощи квалифицированного дерматолога нам не обойтись. Осложжение стороны желудочно-кишечного тракта – это вторые по частоте, которые мы действительно довольно часто видим, к счастью, не очень выраженной степени тяжести. Опять же, как может быть картина бессимптомного диареи, без болевой синдрома, без лихорадки, так и уже более выраженные осложнения в виде колитов, энтероколитов, тефлитов с болями, с лихорадочными реакциями, с синдромом интоксикации, с тошнотой, рвотой. И, конечно, более редкие осложнения в виде формирования абсцессов, фистул, перфорации кишки, кишечной непроходимости. Но, к сожалению, это перечень огромный. Опять же, здесь дифференциальный диагноз. Что это такое? Это сама по себе проблема, возникшая острохирургическая проблема, или уже осложнение иммунокласснических препаратов, которые мы применяем. Поэтому, конечно же, доступ к эндоскопическому исследованию должен быть, и, в принципе, мы тоже в своей практике его реализуем. В том случае, если диарея, вроде бы диарея всего второй степени, у нас она идет более двух недель, если присоединяются уже общие симптомы в виде обезбоживания, кровотечения, лихорадки, и, конечно, если диарея третьей и четвертой степени, это показания уже к эндоскопическому исследованию. Причем золотой стандарт – это именно тотальная колоноскопия, поскольку разные зоны кишки могут быть по-разному поражены. И, в частности, те явления, которые мы видим, и гиперемия, и отеки, и эрозии, и различные другие виды повреждения, в том числе и формирование фистул, и, не дай бог, это, конечно же, перфораций, они могут быть в таком мозаичном характере, как, например, здесь представлены данные, когда у одного и того же пациента, на нижних двух изображениях видно, клинически проявляется всего диарея первой степени, нисходящий отдел толстой кишки абсолютно без патологии, но у этого же пациента изображение F имеются глубокие язвы в исходящем отделе кишки. Поэтому, если мы осматриваем кишку не всю, то, конечно, мы вот такие серьезные повреждения кишки можем просто не отметить. Компьютерную томографию мы можем использовать как метод, помогающий нам диагностировать особенно такие серьезные ситуации, которые, дай бог, чтобы мы с ними не столкнулись, но если мы говорим о лихорадочной реакции, если появляются признаки острой хирургической патологии, конечно же, мы выполняем томограмму и можем выявлять довольно-таки серьезные картины, картины острого живота. Опять же, биопсия при возможности следует ее выполнять, и гистологическая картина в основном это лимфоидная инфильтрация, микрообсессы, деструкция клипт, и лабораторные исследования, которые могут быть, это белки острой фазы, цириактивный белок тоже, в частности, повышение уровня фекального кальпротоктина, который тоже является таким диагностическим маркером данной проблемы. Ну и, конечно же, своевременный переход на иммуносупрессоры более, вернее, следующего поколения, следующей линии, в частности, вот слайд, он у нас идет с 2016 года, но это говорит о том, что мы просто, к счастью, в своей практике не видели таких серьезных калитов, поэтому клинический опыт мы не обновляем, поскольку, к счастью, мы не столкнулись с ним, но здесь вот успешное применение уже инфлексимаба при применении высоких доз кортикостероидов и успешное им применение с явлением заживления картины. Ну и сейчас уже, помимо инфлексимаба, уже препарат Ведолизумаб, Ведолизумаб, правильно я бы сказал, используется, в частности, в зарубежной практике, поэтому перечень препаратов, которые используются для иммуносупрессивной терапии, он, конечно же, будет расширяться, и сейчас он тоже уже расширяется и сейчас. Осложжение стороны легких, тоже мы часто с ними встречаемся, причем, действительно, те осложнения, которые, наверное, в нашей практике мы видим, что один пациент может привести несколько токсичностей, проявление токсичности со стороны легких, несколько пульмонитов, у нас, например, были и 2, и 3 эпизода пульмонитов, когда они адекватно получают лечение и возможно возобновление иммунотерапии, возможно, через какое-то время, через полгода, через год повторное развитие осложнений, в частности, у меня в практике был пациент, от которого два раза были осложнения пульмониты, и оба раза они полностью разрешались, и оба раза позволяли возобновить лечение, которое было эффективным. Но пульмонит, он, к несчастью, занимает одну из лидирующих позиций в спектре осложнений, имеющих высокое количество летальных исходов. Поэтому это далеко не безобидное осложнение, и диапазон клинической картины тоже может быть самым разным, от бессимптомного, мы знаем, до выраженной клинической симптоматики. Факторы риска развития пульмонита тоже различные, мужской пол, курение, в принципе, об этом уже говорили, предшествующая лучевая терапия, использование цитостатиков определенных, которые обладают токсичностью стороны легочной ткани, комбинированная иммунотерапия, то есть если мы это используем, то мы, конечно же, должны быть готовы. И вот это наблюдение, когда пульмониты развиваются по окончании терапии, они также могут быть, и мы тоже с этим сталкивались. Признаки диагностические довольно много, своеобразных, характерных. Рентгенологи, в принципе, их знают. Очень много признаков, которые сейчас уже перекликаются, опять же, мы об этом говорили, с признаками ковид-инфекции, поражения легких. Поэтому здесь, конечно, работа опытного рентгенолога в команде, она должна присутствовать. В частности, вот наш клинический опыт в начале еще пандемии, когда у пациента проводился именно диагноз, даже, наверное, и не проводился, поскольку мы еще не морально не были готовы к тому, что у пациента могут нам уже появиться в такой картине манифестации ковид-инфекции, вот у пациента мы расценили осложнение на фоне иммунотерапии, как явление, связанное с пульмонитом. И только потом, когда он уже попал в клинику с выраженной клинической симптоматикой, там уже был подтвержден ковид-инфекция, вот уже оказалось, что да, это был не пульмонит. Но опять же, у этого пациента, правда, у этого пациента мы не возобновили лечение, но это не обязательное условие для полного прекращения лечения, как мы уже говорили. Но лечение пульмонитов в зависимости от степени тяжести, конечно же, пульмонологи нам могут помочь очень сильно, специалисты-легматологи, если уже речь идет о выраженной степени тяжести, потому что действительно пациенты, бывает, нуждаются и в стимуляции дыхательных функций, и, конечно же, переход на иммуносупрусивную терапию уже препаратами следующих линий. Вероятность, возможность регресса довольно высока, и мы тоже, как я уже говорила, в своей практике довольно часто это наблюдаем. И, конечно же, проблема осложнений в том, что они могут быть, к сожалению, эльфрактерны к препаратам первой линии, к стероидным гормонам, поэтому поиск препаратов второй линии как раз таки зародняется многим количеством факторов, сложно проспективные исследования провести, сложно набрать большие клинические группы, поэтому здесь больше такие рекомендации базируются на экспертном мнении, на мнении большинства экспертов и так далее. И нет до сих пор таких ни клинических, ни биологических маркеров, в принципе, Галина Юрьевна тоже говорила об этом, какие же те или другие факторы могут предсказать развитие осложнений. Ну, для калита вот то, почему очень важно еще выполнять эндоскопическое исследование, потому что если мы видим эрозию язвы, это уже, в принципе, показывает того, что, скорее всего, калит будет резистентен к стероидам, скорее всего, этого пациента пора переходить на препараты следующей линии. Ну и, разумеется, наука не стоит на месте, разумеется, все более и более информации получают с помощью уже и патоморфологических, и иммуногисхимических исследований и так далее. В частности, видите, на этом слайде разные системы имеют разные типы поражения, поэтому для гастронациональных осложнений это может быть лимфоцитарные инфильтраты, окологенозный калит, так называемый, и так далее, и так далее. То есть очень много таких моментов, которые, естественно, клиницист может не знать, но, опять же, биопсированный материал, он может быть оценен, и может быть как раз-таки классификация проводится по такому принципу. И если мы знаем механизм повреждения, который реализуется в данной системе органа, то мы уже можем использовать более-таки целевые воздействия на механизм повреждения, с учетом как раз-таки, что здесь основной повреждающий момент, фактор некрозоопухоли, интерлекин-6, интерлекин-5 и так далее. То есть уже более прицельная терапия второй и последующих линий, они, наверное, в будущем уже будут реализованы и в рутинной практике. Ну и возможности таких третьей линий терапии, то, что мы уже говорим о использовании антитимоцитарного глобулина, в частности, лечения миокардита, редкие осложнения, пульс-терапия цитостатиками, возможность трансплантации фекальной микробиоты. Вчера на конференции в больнице Академии наук Иван Владимирович, кто и как это будет делать, не знаю, но, наверное, скорее всего, каким-то образом будем делать. Поэтому, наверное, к этому мы придем, каким-то образом будем выполнять и данную процедуру. Поэтому, конечно же, здесь чем больше мы знаем, тем больше мы знаем, что мы знаем мало, накапливаем опыт, пытаемся его обобщить. Ну и, конечно же, вот здесь вот та большая наука, которая как раз-таки очень тесно связана с нашей клинической деятельностью. То есть, если для цитостатиков было очень много, что ясно, то для детства, наверное, вторгаемся в зону уже иммунитета. Это, наверное, такая вот ТРН-когнито, которая была с времен еще обучения в институте. И, наверное, сейчас тоже небольшой такой объем знаний, которые становятся нам уже таким понятным. Чем больше мы учимся, тем больше мы пытаемся узнать. Поэтому, конечно же, вот поиск и путей лечения этих пациентов, этих осложнений, да, и персонализация видов лечения, она, конечно же, это то, что нас ожидает в будущем. Благодарю за внимание.